Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим яркий и красивый торт на день рождения ребенку. Украшение делается несложно и очень нравится детям. Сам торт тоже очень вкусный, с нежным шоколадно-кофейным бисквитом и шоколадно-творожным кремом с тонкой кисло-сладкой прослойкой из вишни. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала испечем шоколадно-кофейный бисквит. Завариваем кофе. В стакан насыпаем 1 чайную ложку растворимого кофе и наливаем 60 мл кипятка. Все перемешиваем. Пока остывает кофе, готовим бисквитное тесто. В миску разбиваем 3 яйца и насыпаем 140 г сахара. Яйца с сахаром взбиваем до пышной пены примерно 8 минут. В сито насыпаем 150 г муки и 10 г какао. Все просеиваем в отдельную сухую миску. Сюда же добавляем 7 г разрыхлителя для теста. Все перемешиваем. Кофе уже остыл и стал слегка теплым. Смешиваем его с 40 мл растительного масла без запаха. Все перемешиваем. Во взбитые яйца, постепенно чередуя в 2-3 подхода, вводим подготовленные сухие ингредиенты и кофе с маслом. Каждый раз перемешиваем миксером недолго и на самых низких оборотах. Также можно тесто вымешать лопаткой. Готовое тесто выливаем в форму, дно которой застелено пергаментной бумагой. Бока формы ничем смазывать не нужно. Диаметр моей формы 21 см. Бисквит ставим в духовку, разогретую до 170 градусов, режим вверх плюс низ. Выпекаем примерно 30 минут. Пока печется бисквит, приготовим вишневое желе для прослойки. На сито насыпаем 400 г замороженной вишни без косточек, чтобы стек сок. В отдельную мисочку насыпаем 10 г желатина и заливаем 50 мл воды. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин минимум на 10 минут. Подготовим формы для желе. Нужно 2 формы диаметром 18 см. Бока каждой формы немного смазываем водой. На дно формы натягиваем пищевую пленку. Сок с вишней уже стек. Вишню перекладываем в сотейник. Сюда же насыпаем 80 г сахара. Все немного пробиваем погружным блендером, чтобы не осталось целых вишен. В пюре вишню измельчать не нужно. В сотейник ставим на огонь. Нагреваем периодически перемешивая до растворения сахара, но не кипятим. Сотейник снимаем с огня. Набухший желатин распускаем в микроволновке периодами по 10 секунд или на самом маленьком огне постоянно перемешивая. Растопленный желатин вливаем к вишне. Хорошо перемешиваем. Все оставляем немного остыть. Немного остывшие вишни делим примерно на 2 одинаковые порции. Каждую подготовленную форму ставим на доску и вливаем примерно половину немного остывшего вишневого желе. Вишню равномерно распределяем по форме. Формы вместе с досками ставим в морозильную камеру застывать. Готовим вишневый сироп для пропитки бисквита. В сотейник наливаем 100 мл стекшего вишневого сока и насыпаем 100 г сахара. Все ставим на огонь. Когда сироп закипит и сахар растворится, снимаем его с огня. Сироп удаем полностью остыть. Готовим крем для торта. Его нужно готовить непосредственно перед самой сборкой торта. 100 мл сливок жирностью 30% наливаем в сотейник и ставим на огонь. Нужно, чтобы сливки хорошо нагрелись, но не закипели. В мисочку ломаем 150 г черного шоколада. На шоколад выливаем горячие сливки. Даем 1-2 минуты постоять. Затем все перемешиваем до полного растворения шоколада. Берем 480 г творога комнатной температуры и хорошо измельчаем его погружным блендером. Творог должен стать однородной консистенцией, без комочков. Также творог можно перетереть в измельчителе. В отдельную миску кладем 200 г размягченного, но не растопленного сливочного масла комнатной температуры. Насыпаем 100 г сахарной пудры. Взбиваем масло с пудрой до бела примерно 3 минуты. Я использую масло с жирностью 82%. В взбитое масло добавляем измельченный творог и перемешиваем. Долго взбивать не нужно. Сюда же выкладываем подготовленный шоколадный ганаш. Опять перемешиваем до однородности. Сначала можно немного перемешать миксером, а затем лопаткой. Должен получиться однородный крем. Измельченный и полностью остывший бисквит вынимаем из формы. Бисквит разрезаем на 3 примерно одинаковых коржа. Верхнюю корочку у бисквита тоже срезаем. Вынимаем уже застывшее вишневое желе, отделяя его ножом от формы. Переворачиваем и снимаем с него пищевую пленку. Складываем торт. Ставим кулинарное кольцо и на дно кладем первый бисквитный корж. Между кольцом и бисквитом ставим ацетатную пленку. Кулинарное кольцо с пленкой сжимаем по размеру коржа. Для удобства крем перекладываем в кондитерский мешок. Корж пропитываем вишневым сиропом. Кладем крем и распределяем его по коржу. Рассчитываем так, чтобы получилось 4 слоя крема и еще немного крема осталось для украшения. На крем кладем вишневое желе. На желе наносим следующий слой крема и равномерно его распределяем. Накрываем вторым бисквитом. Его тоже пропитываем вишневым сиропом. Опять наносим крем. Кладем вишневое желе и опять крем. Примерно 3 столовые ложки крема оставляем для украшения торта. Третий бисквит тоже пропитываем сиропом с одной стороны. Кладем пропитанной стороной на крем. Все накрываем пищевой пленкой и ставим настаиваться в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Торт настоялся. Снимаем кольцо и убираем ацетатную пленку. Переставляем торт на подставку или подложку для торта. Торт по бокам и сверху обмазываем оставшимся кремом. Крем нужно выставить из холодильника за час до украшения, чтобы он стал мягким. По бокам торт будем украшать вафельными трубочками. Трубочки делаем такой длины, чтобы они выступали выше торта примерно на 1 см. Одну трубочку берем за шаблон и обрезаем так все трубочки. Подготовленные вафельные трубочки выставляем по кругу торта. Они хорошо приклеиваются к крему, которым обмазали торт. Для украшения торта мне понадобилось 650 грамм вафельных трубочек. Торт перевязываем красивой ленточкой. Это придаст ему еще более праздничный и красивый вид. Также ленточка не даст отклеиться трубочкам, если торт придется переносить. Сверху торт с помощью вафельных трубочек делим на 6 частей. Посередине ставим конфету. Каждую ячейку заполняем цветными конфетами. Я взяла 3 пачки ММ Дэмс и разделила их по цветам, объединим голубой с желтым, красный с зеленым и коричневый с оранжевым цветом. В остальные ячейки положила белые карамельные конфетки, арахис в шоколаде и желейные конфеты в виде малинки. Торт готов! Он получился ярким и красивым. Имениннику этот торт очень понравился. Такое легкое украшение сможет сделать каждый. Главное все делать аккуратно и не спеша. В середине торт тоже очень вкусный и гармоничный. Нежный бисквит с легким ароматом кофе, шикарный творожно-шоколадный крем и желейная прослойка из вишни, которая придает торту приятную кислинку. Если вам понравился такой праздничный торт, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием!